МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Хмурым осенним утром машина с разведчиками Буша Эксплорерс отправилась в очередной пробег в поисках лучших мест для подводной охоты. Конечная точка маршрута была известна от озера Бездон в Калужской области, до которого от Москвы где-то 270 километров. Чтобы собрать всех участников экспедиции, Алексею пришлось выехать из дома в 3 утра. Время 9 утра, а мы уже в 170 километрах от Москвы. Стоило немалых усилий, чтобы всех собрать и выехать без пробок. Но зато через часик мы будем уже на месте. Надеемся, удастся понырять, поймать и заснять рыбку. Ну и просто насладиться природой. Прогноз погоды был не очень утешительный, но нас это не смутило. Была надежда, что на таком расстоянии от Москвы можно рассчитывать хотя бы на кратковременное улучшение погоды. Но получилось пока как в той присказке. А в деревне Гадюкино опять идут дожди. Пока дождь на время прекратился, решили сделать остановку на реке Угра. Перекусить, а заодно осмотреться. Эта река хорошо известна своими прозрачными водами. Но трофейной рыбы здесь не так много. Вода около берега, несмотря на проливные дожди, оказалась вполне приемлемой прозрачности. Прямо возле ног суетились мелкие галавлики и плотвички, основные обитатели этой реки. Делать разведку боем в этой реке в наши планы не входило, разве что на обратном пути, если останемся совсем без рыбы на озере Бездон. Теперь можно поближе познакомиться с членами нашей экспедиции. Владимир Гудзев, фоторедактор журнала «Мироподводной охоты». Алексей Прохоров, разведчик «Буша-эксплорерс» и его напарник Руслан Куликов. Немного перекусив и передохнув, отправились дальше. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В последней части пути наша дорога проходила через те места, где во время Великой Отечественной войны происходили особо ожесточенные сражения между Красной Армией и фашистскими захватчиками. Въехав в город Юхнов, мы остановились около грандиозного военного мемориала. Видно, что власти уделяют большое внимание этому месту. Все ухожено. Осмотрели памятники. Тяжелый танк «ИС», аббревиатура которого означает «Иосиф Сталин», один из лучших танков времен Великой Отечественной войны. На аллее героев поразило количество памятников героям Советского Союза. Помнят земляки, не забыли. Да и в самой деревне Зайцева гора, рядом с которой находится уникальное озеро, располагался большой мемориальный музей с пушкой, танком и памятником. Во многих местах до сих пор земля густо усыпана фрагментами оружия, патронами. Видно, что бои были ожесточеннейшие. Рядом с деревней Зайцева гора был еще один памятник, посвященный уникальной операции советских саперов по уничтожению крупного оборонительного узла фашистов. В течение 40 дней наши саперы проложили подземный ход под неприступный укрепленный пункт гитлеровцев на горе. Заложили туда 25 тонн взрывчатки и взорвали его, добившись решительного успеха. Уникальная операция. Даже сейчас огромная воронка, ставленная взрывом, поражает своими размерами. Именно в этом месте погиб дальнеродственник Алексея. Если привезти отца, то есть сына того, кто здесь погиб, можно же и сюда цитила заложить. Это будет ближе к тому месту, где он погиб, чем если это взялся в музее. Остепная трава Пахнет горечью Молодые ветра Зелены Просыпаемся мы И грохочет над полночью То ли гроза То ли эхо Прошедшей войны Просыпаемся мы И грохочет над полночью То ли гроза То ли эхо Прошедшей войны Конечно, хотелось бы побольше познакомиться с местами боевой славы, но наш путь лежал к озеру. В самом начале деревни Зайцева гора повернули направо под указатель Орх Зайцева гора И через лесную дорогу, проехав шлагбаум, ограждавший заповедный район, мы попали на берег озера Бездон. Озеро окружено лесом, а с восточной стороны расположен уютный гостиничный комплекс, где нас уже ждали. Гостеприимные хозяева разместили нас с большим комфортом в уютной двухэтажной гостинице. Холл гостиницы был украшен всевозможными трофеями, добытыми на территории охотничьих угодий. Но наших подводных охотников заинтересовала в первую очередь, конечно, щука. По уверению хозяев, эта щука, выловленная не так давно в озере Бездон, весила 10,5 килограмма. Это вселяло оптимизм. Вот что повидал нам директор базы о самом озере. Мы находимся на берегу достаточно чистого озера, древнего озера, предположительно ледникового происхождения. Озеро называется Бездон. Глубина озера до 32 метров, это не считая толщины вилла. Рыба водится карп, карась, налим, белый амур, щука, окунь. Есть очень крупные экземпляры, что интересно как для обычных рыбаков, так и для подводной рыбалки. Мы зарыбляем водоем, но в среднем где-то два раза в год, осенью и весной. Мы обновляем кровь у тех рыб, которые существуют уже давно, это там окунь, щука, и запускаем новых рыб. Это карп, белый амур, сом, осетр. Озеро достаточно глубокое, поэтому лед сходит не рано, все зависит от погоды. Ну, в общем-то, с мая месяца у нас начинается сезон рыбалки. Для подводной рыбалки вода недостаточно прозрачная. Еще в мае, да, в мае еще недостаточно прозрачная. Это скорее конец июня, начало июля. Прозрачность воды до 6 миллиметров. Ну, и, конечно, немного о самой базе. В гостиничном комплексе у нас гостиница двухэтажная и два коттеджа. Коттеджи разделены пополам, поэтому получается три отдельных половины коттеджа, которые сдаются. В гостинице в основном все двухместные номера со всеми удобствами. Коттеджи более комфортабельные, потому что там своя кухня, две душевые кабинки и коттеджи расположены в двух уровнях. Также у нас еще есть банкетный зал. На берегу озера у нас есть баня с бассейном во все озеро. Баня русская, рассчитана в среднем на пять человек. На пять человек – это то количество людей, которые комфортно помещаются в парень. Но в бане есть еще и комната отдыха, где можно сидеть оставшимся людям, которые не поместились в парень. Но в первую очередь нас интересует озеро и его мифическая прозрачность. Озеро с виду небольшое, овальной формы. По берегам заросли камыша и кувшинок. Деревья подходят очень близко к воде. Берега чистые и ухоженные, да и в лесу рядом тоже прилично. Видно, что за ними следят. Есть пляж и несколько мостков для рыбаков и купальщиков. С мостков сразу поглядели в воду. Дно видно детально, до глубины два метра. Это интересно. Рыбу обязательно найдем. Рассказы директора впечатлили. Трофеи на стенке впечатлили еще больше. Прозрачность воды, размер озера. Все шикарно. Надо нырять. Располагаемся и в воду потихоньку. Температура воды примерно 14 градусов. В начале погода нас не очень баловала. Была низкая облачность, и моросил нудный небольшой дождик. У природы, как у человека, может быть разное настроение. Оно может быть радостным и грустным, а осенью меняется очень быстро. То выйдет уже низкостоящее солнце, то вдруг набегут тяжелые свинцовые тучи. Полдня, проведенные в дороге, лишь подогрела пыл первооткрывателей у разведчиков «Буша-эксплорер». Чтобы масочка у нас не разбивалась в дороге, у нас сомби ее. Буша-эксплорер услышал мольбы охотников и увеличил обтиратор на лбу. Даже моя большая голова помещается теперь в капюшон без проблем. Хотя третий размер противогаза мне мал. Будем разведывать новый водонем. Погода на Буку-Г. Но нас это не останавливает. Нормальная погода. Хочется побыстрее ввода. Вода оказалась не такой прозрачной, как представлялась с мостков. Видимость составляла 2,5-3 метра. Конечно, это тоже хорошо для наших водоемов. Охотники начали разведку с глубин 5-6 метров. Рельеф озера оказался невыражен. Ровное дно, плавно нарастающая глубина. Видимо, озеро старое, и все бровки уже давно выровняло отложениями жизнедеятельности живых организмов. Поэтому основная часть дна покрыта толстым слоем ила. Местами попадаются скопления продуктов, пищеварения амура. Сами обитатели на глубине до 5-7 метров замечены не были. Из-за лёжки до полутора минут не помогли в поисках травоядной рыбы. На дне нашелся огромный рыбацкий подсачек на алюминиевой ручке. Наверное, большая была рыба, если вырвала подсачек из рук рыболова. Еще нашлась новогодняя ёлка на глубине около 7 метров, вокруг которой клубилась муть. Возможно, кто-то водил хороводы вокруг нее. Через некоторое время решили продолжить разведку прибрежной части озера. Здесь оказалось немного веселей. Береговая линия очень простая, овальной формы и не имеет ярко выраженных заливов и выступающих мысов. Периметр озера около 2 километров. Рыболовные мостки служат местным рыбам хоть каким-то укрытием. Правда, пасется здесь только мелочь. Да и немногочисленные поваленные в воду деревья и кустарники лежат на меляке и не привлекают крупную рыбу. Стаи мелкой плотвы и окуня перемещаются вдоль берега на глубине до полутора метров. Там же пасется мелкая щучка. Такие озера относятся к олиготрофному типу, то есть малокормным. С одной стороны, это хорошо чистая и прозрачная вода. С другой стороны, это означает, что пищи для большого количества рыбы там не хватает. По заверениям руководства отеля Зайцева гора, вода в их озере практически никогда не цветет. То есть, все это говорит о бедной биологической продуктивности водоема. Нельзя сказать, что вода идеально чистая и нет никакого планктона. Вода имеет взвесь, вызванную как жизнедеятельностью карповых рыб, так и образованную ветровой волной. Помимо этого, в озере довольно много планктона, как фито, так и зоо, то есть кормовая база для мелких рыб сравнительно хорошая. Что, собственно, и подтвердилось увиденным под водой. В озере довольно много мелких рыб семейства карповых. Это в первую очередь потва, красноперка, уклейка, горчак. А ночью видели еще леня, леща и густеру. И, конечно, много карпа, которого искусственно запускают в озеро. Есть еще один крупный представитель карповых рыб – амур, который также запускается владельцами водоема. Но увидеть его и то мельком удалось только ночью, зато свидетельство его жизнедеятельности ярко видно на дне озера. В водоеме очень мало высшей водной растительности. Всю ее уничтожил белый амур. Также он практически на корню выкосил весь береговой тростник и камыш. В результате оставил без корма себя и большинство карповых рыб. Не тронул амур лишь кувшинку и кубышку, потому как попросту не ест. Оставил нетронутым амур и водный мох, который густым ковром покрывал прибрежные коряги и дно. Его тоже он не очень любит. По заверениям администрации, в озере раньше водилось много рака, а сейчас его практически не стало. И, мол, в этом виноват амур, сожрал всех раков. И вправду, в озере оказалось мало раков, ночью попался всего лишь один. Но белые амуры, в принципе, не питаются животной пищей, так что это явно не его работа. Скорее всего, раков уничтожили либо рыбы, либо инфекционные заболевания, которые могли случайно занести водоем вместе с запущенной рыбой. Рыбы, готовые съесть раков, это карп, щука и сом. Но, скорее всего, это сделал карп. Почему? Во-первых, сомани так много, во всяком случае, на глаза сомы никому не попались. А во-вторых, для щуки в озере очень много мелкой рыбы, которая, кстати, обитает в довольно ограниченном ареале. То есть, в корягах около берега, ведь почти все водоросли сожрал амур. В-третьих, для карпа, по всей видимости, все же корма недостаточно, поэтому он не упускает возможности полакомиться полинявшими раками. Из хищника в первую очередь можно выделить щуку и окуня, которые, как оказалось, достигают внушительных размеров. Также здесь обитает много ершей. Это хороший показатель чистоты водоема. По словам хозяев, в это озеро запускались еще осетр, сом и судак, но на нашем пути они не встретились. Вообще, заниматься зарыблением нужно осторожно, чтобы не нанести водоемам непоправимый ущерб. Можно сказать, что в этом озере некоторым рыбам живется вольготно, а другие перебиваются остатками пищи. Для щуки кормовая база очень хорошая, а вот для карпа и амура истощенная. Можно было бы подкармливать рыбу, правда, при этом может исчезнуть прозрачность воды. Дневная разведка показала, что рыба в озере есть, но очень осторожная и днем охотника близко не подпускает. После наступления сумерек пришло время ночной разведки. Ночью, как и должно было быть, картина оказалась несколько иная. Пустое дно днем ночью приютило спящих среднего размера плотву и окуни. Время от времени со дна срывалась испуганная щука. Время ее охоты как раз в полном разгаре. А вот этому леньку удалось вырваться из пасти зубастой хищницы. Правда, силы почти покинули его. Алексею удалось взять карпика, который неспешно прогуливался вдоль дна на глубине около трех с половиной метров. Пока карп на линии позировал для камеры, он накрутил таких узлов, что пришлось охотнику отправляться поближе к берегу и встав на дно распутывать свое ружье. Около берега в остатках водных зарослей попадались разнокалиберные щуки и иногда даже неплохих размеров. Правда, вели они себя очень нервно, близко к себе не подпускают. На глубине пяти метров около воткнутого шеста Алексей нашел трофейного окуня. Стоял он в большой яме, разрытой карпами. Для такого озера экземпляр оказался вполне приличный. Как потом выяснилось, это самый большой окунь в трофейном списке подводного охотника. Дальнейшая охота не принесла более ничего существенного. В общем, озеро оставило о себе хорошее впечатление, но, как и любой другой водоем, его сначала надо изучить и понять, а потом уже планировать подводную охоту. Жаль, что поездка была очень короткой. Осталось чувство незавершенности процесса разведки. Посмотрим, может, так и приедем. Благо, нас приглашали. А комфортные условия размещения позволят даже в холода поздней осени отлично провести время и в подводной охоте, и в исследованиях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Как ни жаль, но рано или поздно лето уступает свои права осени. Осень никого не оставляет равнодушным, заставляя даже самых счастливых людей задуматься о мимолетности нашего существования. Наверняка, каждый подводный охотник с нетерпением ждет этого времени года. Ведь если повезет, то именно осенью вода станет кристально чистая, наконец упадет зеленка, лягут на дно водорослей и можно будет насладиться чудесными подводными пейзажами. А пейзажи наверняка живет зрелище крупной рыбы, о которой так мечтает большинство подводных охотников. Но если зарядят дожди и затянет хмурыми облаками небо, вода может так и не очиститься до самого ледостава. Конечно, есть вариант махнуть на все рукой и отправиться куда-нибудь в тайгу, в горы. Здесь всегда можно найти речку с идеальной прозрачностью. Даже если пройдут дожди и в реке потекут мутные ручейки с леса, то всего за пару дней быстрое течение горной речки очистит свое русло от Таежной муки. Холодные чистые реки Таежных краев облюбовали самой красивой рыбой нашей страны — хариусы. У нас в России, на долю которой приходится большая часть всех известных видов и подвидов семейства хариусовые, эта рыба встречается на огромной территории, простирающейся от западных до восточных окраин страны. Отсутствует хариус лишь в некоторых европейских регионах, а также в бассейнах ряда равнинных рек Междуречье-Аби-Енисея. С наступлением осенних холодов хариусы пускаются в дорогу. Их путь лежит к привычным местам зимовки в глубоких ямах нижнего течения рек. Именно в таких местах понимаешь, что осень — самое прекрасное время года и, к сожалению, самое быстротечное. Именно осенью начинаешь замечать, как стремительно идет время. Еще вчера деревья были зелеными и сквозь листву просвечивало солнце, а сегодня листья пожелтели и начинают осыпаться на зиму. Осень отрезвляет, всегда заставляет взглянуть на вещи чуть-чуть иначе, будто через цветное стеклышко. Осень, подобно ему, окрашивает мир в один цвет, вначале в синий, потом в рыжий и, наконец, в тусклый серый с прожилками желтого прозрачного цвета. Легкий холодный ветер разгоняет воздушные замки и возвращает с неба на землю. Сказочная тайга улыбается своей обманщего, нереальной красотой. Субтитры создавал DimaTorzok Если вести себя достаточно тихо в тайге, можно встретиться и с лесными жителями, которые спешат сделать запасы к долгой и холодной зиме. Субтитры создавал DimaTorzok Осень – время торжественное, красивое и мимолетное, время созерцания и вдохновения. Перед долгой зимой природа дарит нам прощальный фейерверк осенних красок, волшебные разноцветия осеннего леса, ворохи опавших листьев. Что самое обидное, через несколько дней и от этой красоты природа ничего не оставит, запустив ей на смену изморозь и сляка. Но не у всех охотников есть возможность покинуть свои родные равнины, края лесов, полей и рек. Если все сложится благоприятно и погода не преподнесет сюрпризов, то и в наших краях осенние деньки могут порадовать идеальной прозрачностью воды речек и озер. Прогноз погоды обещал во второй половине дня появление солнечного светила на небосводе, хотя утро было хмурым и пасмурным. Поверив гидрометцентру на слово, ведь не исключено, что солнца для наступления холодов уже и не увидеть, мы отправились на платный водоем в Тульской области. И не зря. Видимость в карьере оказалась выше всяческих похвал и местами доходила до 8 метров, а может и того больше. Когда-то карьер по добыче известняка забросили и все его ложе постепенно заполнилось порослью кустарников и деревьев. Но постепенно грунтовые дождевые воды наполнили пустующий карьер, превратив его в большой пруд. Конечно, не без участия человека стали появляться подводные обитатели. В первую очередь сюда запустили карася, карпа и амура. А вместе с ними попали и другие представители их теофана нашей полосы плотва, окунь и щука. Чтобы вполне использовать рыбопродуктивность водоема, запустили еще сама и форель. Платный водоем подразумевается, что за каждый килограмм рыбы придется платить. В принципе, даже само пребывание на карьере имеет свою цену, поэтому надо 10 раз подумать прежде, чем сделать выстрел. Ведь все за это придется раскошелиться. То есть отправляться сюда на рыбозаготовки не имеет никакого смысла. Зато если есть желание получить эстетическое удовольствие от заплывов в затопленном лесу с идеальной видимостью, то лучшего места не найдешь. Это не в бассейне плавать. Здесь можно отточить свои навыки как в охоте, так и в технике ныряния. Плавать среди затопленных коряг в принципе небезопасное дело, особенно на течении и в мутной воде. А вот в этом карьере, где практически нет сетей и запутанной лески, за этим строго следят хозяева водоема, ныряние в затопленном коряжнике превращается в тренировочный процесс. помимо навыков ныряния и прохождения подводных препятствий, здесь есть отличный шанс наблюдать за поведением рыбы. Ведь сейчас не стоит задача полномасштабного уничтожения рыбьего племени, когда каждая минута на счету в пополнении трофейного списка. Есть масса времени понаблюдать за повадками озерных жителей, определить дистанцию, на которую может подпустить рыба, отработать технику бесшумного прохода через дебри коряжника, чтобы не спугнуть потенциальный трофей. Можно также проследить траекторию полета группуна, сложных закоряженных условиях и в чистой идеальной воде. но и самое главное получить удовольствие от самого процесса ныряния. пока карьера еще относительно молодой, деревья не успели полностью сгнить и густо обросли дресины. Здесь этому моллюску живется вольготно. Во-первых, много твердого основания для прикрепленного образа жизни, а во-вторых, достаточное количество растворенного кальция в воде для строительства своей раковины. Ведь это бывший известковый карьер. И в-третьих, грозди дресиновых поселений равномерно распределены по всей толще воды и поэтому нет жесткой конкуренции в кислороде и пище. По всей видимости, именно из-за огромных скоплений этого моллюска на ветках здесь такая чистая вода. За один день каждый маленький моллюск величиной всего пару сантиметров пропускает через себя и очищает от взвеси и планктона 2-3 литра воды. Пока вода еще не остыла, этот процесс идет интенсивно, но когда температура опустится до нескольких градусов, обмен веществ у дрессены резко снизится, соответственно, фильтрация воды заменится и может наступить заметное помутнение водоема. Как ни странно, в Карелии почти нет высшей водной растительности. Она либо не растет по каким-либо гидрологическим причинам, либо ее банально сажало мор, которого запустили сюда хозяева водоема. В любом случае, рыбам, обитающим здесь приходится довольствоваться в основном пищей животного происхождения. Но судя по размерам плотвы, живущей в гебрях обросших коряг, недостатка в провианте у них нет. Немного удивляет, почему так много рыб с глубокими ранами на теле. Их могли оставить хищники после неудачного нападения на жертву. Но большого количества зубастых охотниц мы не заметили. Да и в первую очередь от клыков щуки пострадала бы вот эта золотая рыбка, беспечно плавающая в коряжнике. Скорее всего рыба калечится об острые створки дрессен. Сильно покалеченные рыбы ночью наверняка станут жертвой усатых гигантов. В дневное время сомы вальяжно отдыхают в гуще обросших дрессеной веток. А когда зайдет солнце выйдут на охоту. Жизнь у самого братья вольготная. Пропитание в карьере достаточно. А рыболовный процесс практически отсутствует. Ведь после поимки сама рыбаку придется платить за каждый килограмм пудового сомовьего тела. Для сазана жизнь в этих гущах дрессины не самый лучший вариант. Конечно основная часть рациона в этом карьере дрессена. Но не так просто справиться с этим моллюском. Живут они плотными скоплениями, тесно прижавшись створками друг к другу. даже сазан вырвал одну ракушку из грозди ему надо еще раз грызть ее прочный панцирь глоточными зубами или проглотить гресину целиком. Все же сазан и карп привыкли к более мягкой пище и для них удобнее копаться выли в поисках съедобных мягких корешков и донных насекомых. По клубам поднятой мути можно догадаться, что именно здесь была пирушка у стайки сазана. В таких местах рыбу видно плохо, поэтому лучше подождать, пока она сама выйдет на охотника, нежели вести активный поиск. Но все же искать сазана приятнее и комфортнее в более прозрачной воде. Тем более, что в этом карьере отплыв несколько метров в сторону попадаешь в призму с отличной видимостью. Выходить из водоема полного рыбы без трофеев наши плана не поднятия на подводную охоту приехали. Крупного карпа старались не брать из экономических соображений. Вот ведь как бывает из всего многообразия под водой на гарпун попали самые мелкие рыбы. Но после таких нырялок впечатлений остается куда больше, чем после зачетного карпа. Может быть в скором будущем таких водоемов с платной нырялкой будет гораздо больше. Не так давно рыбалка на платном водоеме считалось уделом богатых и ленивых. А сейчас таких прудов и карьеров сотни, и это стало нормой, поскольку приезжают люди сюда не за рыбой, а за удовольствие. охота охота в таких водоемах способны изменить сознание из добытчика подводный охотник переходит в созерцателя. И будет очень здорово, если с таким подходом чаще нырять во всех наших реках и озерах. И если изменится наше отношение к рыбе как к продукту питания на объект наблюдения и восхищения, возможно начнут восстанавливаться изрядно поредевшие популяции рыбьего племени. Редактор субтитров Редактор субтитров Корректор А.Егорова